МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 мая на берегу реки Волги в поселке Власово возле Липого роща открылся исторический фестиваль Тверская застава. Русские, немецкие и татарские воины в средневековых костюмах определяют своих лучших бойцов в поединках, в доспехах и на стальных мячах. Да пусть все кости наши, откуда бы они ни прибыли, с русских наших городов, а ли с земель заморских, чем бы они ни занимались, как бы знатны ни были, ремесленники они, крестьяне, а ли бояре знатны, пусть все они собираются поближе. Коля с добрыми намерениями пришли, ибо традиция продолжается. И сегодня начинается наш праздник старинный, военно-исторический фестиваль Тверская застава. АПЛОДИСМЕНТЫ Организаторами, как и в прежние годы, выступили историко-реконструкторский клуб «Дружина» и Тверское отделение Федерации спортивного мяча при поддержке Управления по культуре, спорту, делам молодежи администрации города Твери. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о фестивале. Вот сейчас уже 12 раз мы собираем здесь реконструкторов, бойцов, пцов для того, чтобы познакомить людей немножко с историей Средневековья, дать им возможность к этому прикоснуться собственными руками, с чего-то себя попробовать, поучаствовать, почувствовать на себе. В этом году, допустим, мы показываем, вот там вот, где русский стан, мы показываем традиционную кухню. То есть сам процесс подготовления, показываем несколько блюд, но рассказываем, да, традиционной кухне. На средневековой кухне. Ароматы средневековой кухни, выполненные по старинным рецептам, соблюдением всех современных санитарных норм и правил, привлекли большинство гостей фестиваля. Зрители требовали хлеба и зрелищ, а посмотреть было на что. Нашим предкам не чужды были развлечения. Не только сражения и суровые походы занимали их мысли. Иногда душа просила увеселения и игр. А если они еще и развивают стратегию, вообще замечательно. Веселить весь честной народ на Тверскую заставу прибыли бродячие министрели ансамбля «Святые виты». Именно они решили показать его мастерство в средневековой музыке, сыгранной на волынках и лютне. Живая музыка и сытная еда помогали налаживать общение и взаимопонимание. Видите, я нищенствующий крестьянин, у которого не ладятся дела. За это его приговорили к сидению в колодках, потому что он собирал милостыню в неположенном месте. И вот так вот я буду стоять целый день за то, что собирал милостыню. Хорошо, что сейчас не средневековье. А то в средневековье в меня можно было еще кинуть всякую нечистоту, типа гнилого яблока или тухлого яйца. И стоял бы я тут грустный, не кидали бы в меня всякую нечистоту. К счастью, в страну не все жили небогато и за это были наказываемы. Иногда встречались и настоящие рыцари. Сир Август из города Москва. Ученика высшей школы исторического средневекового боя. Когда рыцарей собиралось достаточное количество, они по старинной традиции устраивали рыцарские турниры. В памяти каждого бойца остался его самый первый стальной турнир, на который он выходил. Это несет в себе некую отметку жизни до и после. И люди, прошедшие эту отметку, они либо остаются в этом спорте, либо понимают, что им здесь не так интересно, как у других видов спорта. С одной стороны, ты всегда придерживаешься некого внутреннего кодекса, который у тебя в жизни выработался. Он постоянно как-то моделируется относительно различных ситуаций. И ты это поведение потом переносишь на турниры, на ресталища. Здесь нет места каким-то подковерным играм, какому-то плохому поведению, нарушению правил. Ну, здесь такой не ценится. Роберт Дебар пытается найти фреш в обороне противника. Тем временем, тем временем, Элайджа. Элайджа не торопится идти в атаку, делая одиночные выстрелы издалека. Вы можете обратить внимание, что стиль боя у бойцов немножко разный. Роберт Дебар старается открыть противнику голову, потому что попадание в голову приносит больше очков. Тем временем, Элайджа бьет в любую образовавшуюся фреш в обороне, но при этом держит дистанцию. Расскажите о ваших впечатлениях о боях. Ощущение усталости, ну, некоторые досады. В принципе, бой равный. Дмитрий очень сильный соперник. Ну, сейчас сегодня проиграл. Мы с ним часто встречаемся. И так вот примерно 50% фон выиграет, 50% я. Кому посвятили свой бой? Прекрасным домом. Сражения на ресталище продолжились. И новые рыцари, взяв в руки мечи, отстаивали честь и достоинство прекрасных дам, вызывая восхищенные взгляды зрителей. Мы начинаем сближаться. Но к чему это приведет, мы узнаем только в конце. В лесах и на полях растаял снег. Все чаще мы слышим пение прилетевших с юга птиц. А это значит, к нам пришла долгожданная весна. И нам пора на кинофестиваль. Каждый конкурс и фестиваль имеет свои традиции. Детско-юношеский фестиваль детское кино детям, проводимый в загородном комплексе Компьютерия уже в 13-й раз, отличается от многих кинофестивалей добром и домашней заботой, которые радушные хозяева окружают уже на пороге. На этом фестивале стали традиционными утренняя рисовая молочная каша и многочисленные бутерброды с маслом, сыром и колбасой. Но юные авторы приезжают сюда не только за свежими впечатлениями от жизни в детском центре. Так, мы приехали из Москвы, мы с киностудией Сладкова приехали тут с фильмом «Тайна», который мы и будем, собственно говоря, представлять. Киностудия имени Сладкова очень интересная. И мы надеемся, что мы здесь что-то победим, выиграем. И мы сюда ехали именно из Москвы. Думаю, мы сюда приехали точно не зря. Наш фильм «Тайна» о том, что там школьная история, которая говорит о том, что у каждого человека есть свои тайны, и их не нужно бояться рассказывать, нужно быть самим собой. Набраться полезного опыта и встретиться с единомышленниками здесь собираются творческие личности со всей России. Фестиваль «Детское кино детям» за годы существования стал лидером не только регионального значения. Со всей России здесь собираются юные кинематографисты и те, кто уже добился успеха в области кино и телевидения. Ну, фестиваль «Детское кино детям» тем и отличается, что это фестиваль именно детского кино. Не кино для детей, как это обычно бывает, когда дети – это зрители, сидящие в зале. «Детское кино детям» – это один из немногих фестивалей, где дети являются производителями детского кино. То есть они являются в полной мере и авторами, и режиссерами, и актерами. То есть это тот самый необходимый детям контент, который они изготавливают сами, сами несут ответственность за то, что они сделали, и, естественно, сами хорошо понимают, что нужно детской аудитории. И в этом, собственно, и ценность, и прелесть этого фестиваля, и его необходимость для детей. Фестиваль «Детское кино детям» поддерживается Министерством образования Тверской области. Министр образования убеждена, что проведение такого масштабного фестиваля будет способствовать развитию творческих контактов, рождению ярких и интересных идей, укреплению искренней дружбы и взаимопонимания. Фестиваль получает поддержку и является официальным партнером общероссийской общественной детской организации «Лига юных журналистов» и всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» президент Владимир Грамматиков. Если бы не письмо Никиты Сергеевича Михалкова, то мы остались бы в прошлом формате на два дня, а двух дней нам не хватало. Все вот эти 12 лет, двух дней нам никак не хватало, поэтому мы с вами полный и два дня работаем и в третий день искусство еще подтвердить знакомство с нашим любимым городом, Дребом. В этом году в Воркомитет фестиваля поступило 167 видеоработ. В конкурсную программу вошли 88 работ, представляющих 6 видеообъединений Тверского региона и 48 студий из различных населенных пунктов Российской Федерации, а также одну студию из Республики Казахстан. Мы поздравляем образцовый детский коллектив «Студия Радуга» из села Долгоруково Липецкой области. Именно они, по мнению профессионального и детского жюри, стали обладателями гран-при фестиваля с фильмом «Елецкий кружева». 17 апреля в Санкт-Петербурге подвел в итоге пятый детский международный кинофестиваль «Синема Китс». Дом кино на караванной улице Санкт-Петербурга уже в пятый раз стал местом встречи юных сценаристов, актеров и режиссеров с мэтрами отечественного кинематографа. В этом году на суд жюри фестиваля было заявлено 510 работ от юных кинематографистов из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Осетии, Крыма, Хантамансийского автономного округа, Бурятии, Эстонии, Литвы, Ирана, Южной Кореи, Хорватии, Франции. Ну и разумеется, гала-концерт с дефиле по красной дорожке, премьера фильмов, чествование лауреатов и победителей. Наша телестудия «Кнопка» стала дважды лауреатом этого замечательного фестиваля. Лауреат первой степени в номинации лучший телепортаж «Юность Твери», «Старья Новосвит», «София Ленцова», «Илизавета Михайлова», «Александр Медведев», телестудия «Кнопка», «Россия, город Твери». В лозунг кинофестивале «Синема Китс» дети снимают кино для детей. Фестиваль был создан пять лет тому назад. Повторюсь еще раз, что нам, взрослым продюсерам, интересно, чем увлечены дети, что они думают. Мы должны дать им какую-то путевку светлую, чтобы мир был во всем мире. И это нужно воспитывать с самого маленького возраста. И творчество – это как раз то, что и дает воспитание, мировоззрение ребенка в согласии, неважно, где ты живешь, в согласии друг с другом. Дети – это мир. Вот это самый главный месседж, самый главный посыл. Это доброта, чистота и мир. Это наши дети. Дети всего всей планеты. Пятый международный кинофестиваль «Синема Китс» подвел свои итоги. Лучший фильм фестиваля – «Аларих-452. Экзо-ребенок». Автор сценария – оператор и монтажер Алексей Ивакин. Международная школа «Синема». Россия, город Санкт-Петербург. Поздравляем всех с Днем Победы и желаем всего самого наилучшего. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова